Здравствуйте! Не только с Сергеем Асланяном, но и с Константином Шлихтинским. Константин Шлихтинский, историк, писатель, журналист. И все это с очень большим расширением авто. Автомобильный историк, автомобильный писатель, автомобильный журналист. Константин, здравствуй! Здравствуйте! Да, мы делаем вид, что мы так слегка на «вы». Самую малость недавно познакомились, там лет 15-20 тому назад. Тема сегодняшнего разговора — российский императорский автомотоклуб. Ему в этом году 110 лет. Была бы и перья, и клуб не нужно было бы новый создавать. Обошлись бы тем прежним. Ну, на самом деле, это императорское российское автомобильное общество. Это несколько шире, чем клуб. Да, масштабно. Но, в принципе, это клуб. Почему я говорю клуб? Потому что, как и всякое закрытое общество, оно носило клубный характер. Туда можно было вступить любому человеку, в принципе, любому. Но по рекомендации, как минимум, двух членов клуба. Ну, как почта в гугле. И это тоже, как жокей-клуб раньше во Франции. Любое такое светское, скажем так, общественное место для аристократии. Вот. Ну, на самом деле, аристократия имеется в виду автомобильная. Согласно уставу российского автомобильного общества, вступить туда может любой человек, любого звания, любого состояния, любого возраста, за исключением учащихся, если они не имеют классных чинов, имеется в виду, если они не состоят на государственной службе. И солдат срочной службы и юнкеров. Ну, тут уж, простите, солдаты и юнкера собой не располагают. Действительными членами общества они быть не могли. А вот членами-посетителями запросто, то есть посещать общество, обсуждать всякие проблемы, высказывать свое мнение, они имели право. Но вот голосовать при принятии решения они не имели право. Вот, собственно говоря, на этом дискриминация и заканчивалась. Ты не упомянул в списке того, что можно, про сословия какие-то ограничения есть? Никаких сословных ограничений не было. Там были, ну вот давайте смотреть. Там первым председателем российского автомобильного общества, которое образовалось в 1903 году, был генерал-майор Безобразов. Известная фамилия в русской истории. Дальше одним из организаторов этого общества был Павел Павлович Бекель. Известный промышленник, к дворянству никакого отношения не имевший. За спортивную работу в обществе отвечал Павел Николаевич Беляев, который, ну, в общем-то, из разночинцев, если говорить таким вот кондовым языком, да, который выиграл первую русскую автомобильную гонку в 1898 году. За организационную работу отвечал Андрей Платонович Нагель из купцов второй гильдии. Вице-президентом, как сейчас говорят, или товарищем председателя, как раньше говорили, был известный нам уже Владимир Владимирович Свичин, флигель-адъютант, полковник и русский дворянин. Не титулованный, но, тем не менее, русский дворянин. Вот хотя бы по этому набору можно понять, что общество было, в принципе, открыто для всех сословий. Ну, самый простецкий из них это Андрей Платонович. Да нет, не самый, там разные были люди. Ну, вот в этой вот иерархической пирамиде, которую ты только что перечислил по именам и званиям, он, поскольку был из купцов, но не был купцом, то он был потомком неплохого купеческого рода, но сам купцом не был. Нет, конечно. То есть он был из приличных, но при всем при том, чрезвычайно простым. Ну, мы уже говорили, что он был, в общем-то, по своему статусу. Ведь там либо крестьянин, либо купец, либо дворянин, да, либо мещанин, либо дворянин. Других социальных сословий в России того времени не было. Но, тем не менее, вот как мы видим, вполне демократическая компания в этом обществе. Это не исключало, однако, чинопочитание, да, что генерал-майору Безобразову делали два разоку, а кому-то там одно и так далее и тому подобное. Но, в принципе, в принципе, вот такого, как иногда бывает сейчас, я начальник, а все остальные никто, там такого не было. Там все общались, все могли пользоваться, все члены общества и члены посетителей могли пользоваться библиотекой. Кстати, сначала общество располагалось на Галерной улице, там был гараж и мастерская, туда можно было пригнать на хранение свою машину и там же оставить ее на обслуживание. А потом они переехали на Шпалерную-15 в 1905 году в дом принца Альденбургского, и там обосновались, уже оставались долго, до самой практически Октябрьской революции, когда общество было сначала переименовано в российское, слово императорское ушло после отречения Николая, а потом и вовсе распалось и закрылось и так далее. Определенное присутствие демократии в формировании этого общества было продиктовано тем, что это было одно из остро-современных обществ, оно олицетворяло собой прогресс 20 века, и было посвящено автомобилю. Это то же самое, как, например, в наше время было бы создано общество любителей мобильных телефонов. И если для того, чтобы обладать автомобилем, было достаточно хорошо заработать, то для того, чтобы обслуживать его, ценились уже другие навыки. Это очень сильно сближало людей, потому что это мог быть очень родовитым дворянином, но если ты понятия не имеешь, почему оно у тебя сломалось, пойдешь к Андрею Платону и спросишь, как оно чинится, и, может быть, тебе починят. Или Гельмайер, например, в проходящей минуте скажет, слушайте, ребята, да магнитон, ну в чем дело? И здесь уже не важно, какое сословие. Ну, в общем-то, да, тут всех объединяющим началом таким был автомобиль, разумеется. Но, кстати говоря, общество занималось ведь не только тем, что они обсуждали свои машины, они организовывали различные мероприятия, пробеги, они организовывали автомобильные выставки. Кстати, вот все четыре автомобильных выставки, которые прошли в России до 1917 года, эти выставки были организованы при самом непосредственном участии Российского автомобильного общества. Кстати говоря, Российское автомобильное общество 19 декабря 1909 года было, пожалуй, названием императорского. Что это означало? Это означало, что император принял общество под свое покровительство. Ну, так же, как Королевский автомобильный клуб Великобритании, Каздерский автомобильный клуб Германии и так далее. Императорский автомобильный клуб Австрии. Означало ли это, что к тому моменту Николай II уже от полного отрицания автомобиля подступился к пониманию его? Да, конечно же, конечно же. Дело-то ведь в том, что он только на первых порах автомобиль не очень взлюбил. Потому что, ну, скажем так, история с Николаем II автомобилем, она требует особого рассказа. Если есть время, я могу ее рассказать. Дело в том, что первым человеком, который пристрастить попытался императора к автомобилю, был Владимир Борисович Фредерикс, министр двора. Ворон Фредерикс, знаменитый. Вот, он купил себе паровой автомобиль и уговорил императора на нем покататься. Император согласился. Фредерикс подогнал машину к подъезду, свита, все как положено. Все садятся в автомобиль вместе с императором. Машина не едет. Попытка за попыткой. Несколько раз попытались завести, машина не заводится. Император вышел, ничего не сказал. Через какое-то время Фредерикс сменил шофера, осмотрел машину. Собрались на охоту в спал. Император собрался. Явч Фредерикс говорит, давайте попробуем на машине. Император говорит, давайте. Та же самая история. Машина не заводится. Свита в конных экипажах проезжает мимо. Кто-то охрана верхом, понятное дело. А машина стоит, не заводится. И вот это привело императора поначалу к отрицанию автомобиля. А уже потом, когда князь Орлов и некоторые члены императорской фамилии завели себе машины и стали катать поначалу императора, потом императрицу, тогда все встало на свои места. Он все понял. Перерыв на новости. И с Константином Шлихтинским, автомобильным историком, писателем и журналистом, мы продолжаем разговор о российском императорском автомобильном обществе. И остановились мы на том, как царя Николая II обложили со всех сторон и тихонечко подтолкнули к мысли о том, что автомобиль это не так уж и плохо. — Ну, понятное дело, к 1905 году он уже совсем к этой мысли вплотную подошел, и у него начал формироваться настоящий гараж, в который вошло... — В 1905 год водоразделом стал это ты бронеавтомобиль Остин, имеешь в виду? — Нет, 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 нет. Я имею в виду, что просто император дал распоряжение сформировать свой собственный гараж, который, собственно, и был сформирован. И вот Адольф Кегрес, который был назначен руководителем его технической части и стал личным шофером императора, он этим гаражом и занимался. То есть покупкой машин, их обслуживанием и так далее. Там появилась целая инструкция по подбору персонала и так далее. И что самое интересное, что вот люди, которые входили в это автомобильное общество, тот же Свичин, например, да, они постоянно лоббировали у императора интересы автомобилистов. Они правила разрабатывали, требования к автомобилям. Они через любые, при любой возможности они старались это дело все поднять на как можно более высокий уровень и продавить, чтобы все пошло в жизнь. И это, в общем-то, было не просто так, а с той целью, чтобы Россия сравнялась с ведущими автомобильными державами мира. И она, кстати, сравнялась. К 2013 году в России было 10 тысяч автомобилей. Она делила 10 место в мире по количеству автомобилей с Аргентиной. А такие ныне известные автомобильные страны, как Япония, Швеция, ну и другие многие европейские страны. Они были далеко сзади, да, и тут уже ничего не поделаешь. Кстати говоря о том, как к России, к российским автомобилистам относились в Европе. В 1909 году с 5 по 11 октября в Париже состоялась первая дипломатическая конференция по автомобильному движению. Ну, задача конференции была проста. Разработать правила пересечения границ на автомобиле, единые для всех, кто в ней принимает участие. Подписать соответствующую конвенцию, требования к автомобилям, требования к водителям, дорожные знаки, документы, которые необходимы для пересечения границы, чтобы всякий раз таможенные формальности не... сложные таможенные формальности не соблюдать, чтобы залог не вносить, чтобы на въезд, на выезд препятствий не было, чтобы границу можно было пересекать легко и просто. Вот российская делегация от императорского российского общества, тогда просто российского автомобильного общества, потому что это октябрь, а императорским она стала в декабре 2009 года, прибыла во Францию во главе с Владимиром Владимировичем Свящиным, который был главой этой делегации, и его на этой конференции избрали в президиум. То есть... В международный президиум? Международный президиум, это не говорит о том, что Свящин пользовался таким огромным авторитетом, это говорит о том, что Россия пользовалась авторитетом, что ее представитель был избран, собственно говоря, в президиум. Более того, он принимал непосредственное участие в выдвижении требований к автомобилям, в обсуждении этих требований и в голосовании. И, кстати говоря, в результате была выработана международная конвенция, которая стала первым международным документом по автомобильному сообщению в Европе. Была она подписана 12, по-моему, государствами, в том числе и Россией. И, кстати, Россия была одной из первых стран, которая эту конвенцию ратифицировала. И по правилам, которые были закреплены в этой конвенции, каждый автомобиль, который выезжал за границу, помимо своего регистрационного номера, должен был иметь табличку с обозначением национальной принадлежности. И вот в тот момент России была присвоена буква «Р» в качестве обозначения национальной принадлежности русских автомобилей. То есть не «РУС», как у нас сейчас, а «Р». И все русские автомобили, которые выезжали за границу до 1917 года, они, собственно, и имели на себе такую табличку. И вот с тех пор, с 1909 года, по сию пору, по 2013, за нами закреплена буква «Р». Она, что называется, вакантна. И поэтому, когда мы, ратифицировав еще раз эту же самую Парижскую конвенцию, но уже 1958 года... Сначала в 1926 году подсобилились. Да, мы ее ратифицировали многократно. И вдруг мы почему-то решили, что в странах, язык которых построен по принципу и первооснове латыни, мы лучше всего будем называться словом «деревня» — «РУС». Мы взяли себе обозначение и с тех пор позоримся по миру тем, что у нас на номерных знаках, на регистрационных знаках, вместо нашей буквы «Р» закрепленной и вакантной написано «РУС», что с латыни переводится как «деревня». Причем в вульгарном варианте. То есть «деревня» в смысле такая «селятина-деревенщина». И мы гордо едем с флагом Российской империи, где нежно снизу написано, что мы «деревенщина». Ну, Сереж, я думаю, что многие таких вот выводов глубоко идущих не делают. Именно поэтому они подписывают подобные документы уже от лица советской власти. Так что... Ну, это опять-таки не от лица советской власти. Советская власть тут уже ни при чем. Да-да-да. Это наши современные. И, кстати, генерал Федоров, человек, который лично принимал участие в уничтожении ГАИ, он как раз и объяснял, почему у нас должно быть написано «РУС». Он латынь не знает, поскольку он заканчивал, по-моему, политех на севере нашей страны. И там латынь, конечно же, не проходили с тех пор. Благодаря в том числе генералу мы имеем вот это обозначение. О том, что буква «Р» нас ждет, ну, пока принято не говорить. Ну, я думаю, что со временем все-таки мы вернем эту букву в обозначение наших номеров. Как историческая традиция, сейчас уже принято переименовывать улицы. Было принято недавно, это часто делало. Сейчас это делается даже, но тем не менее. То есть для тебя, как для историка, исторический период, что в 100, что в 500 лет, по-моему, не играет большой роли. Потому что мы уже давно закончили переименовывать. Единственное, что вот мы тут Угой Чавесом порадовали друг друга. Перед этим у нас был Ахмат Кадыров, такое же большое счастье. Вот, видишь. А вот имена террористов по сей пору у нас, других террористов у нас по сей пору в топонемике Москвы сохраняются. И все почему-то считают, что станция метро Добрынинская посвящена Добрынине Никитичу. Нет ничего подобного полевому командиру Добрынина. Ой, ну, просто к слову. Слава богу, что... Про Урицкого я не говорю. У нас по всей стране улица Урицкого есть в каждом городе обязательно. Вспомните, кто такой Урицкий. Ну, хорошо, хоть улицы Ленина переименовали. Ну, да. Ну, и Сталина заодно. Вот. Так что, ну, вернемся к автомобильному обществу, к императорскому. Помимо прочего, общество занималось организацией выставок. В России вообще прошло четыре дореволюционных, как я уже сказал, выставки автомобильных. Первая в 1907 году в Санкт-Петербурге. В ней автомобильное общество принимало самое активное участие, наряду с журналом, который принадлежал Андрею Платоновичу Нагилеву, назывался «Автомобиль», и наряду с французской газетой «Лето», которая при себе держала специальный комитет, который организовывал вот подобного рода выставки по Европе. В России, Испании, других странах, Италии и других странах. Вот такой специальный комитет был. И поскольку наши автомобилисты тесно сотрудничали с французами, да, ну, Франция была автомобильной «Меккой» в то время, все, что нового, все, что современного, это вот ушло из Франции. И поэтому французы специализировались на устройстве таких выставок. И самая первая эта выставка как раз и была устроена при помощи французской газеты «Лето». Но императорское общество, всю внутреннюю, так сказать, часть, все организационные моменты выставки, начиная от Михайловского манижа, где она проходила, и до того, кого записывать на выставку, где будет стоять буфет, как будут располагаться автомобили внутри, вот оно все это курировало. И когда в девятом году была выставка, прошу прощения, в восьмом году была выставка в Москве, то императорское российское общество создало в Москве свой филиал. А в Москве, надо сказать, 20 марта 1900 года образовался первый в России автомобильный клуб, вообще первый. Он так потом и стал называться Первый русский автомобильный клуб. Так вот, опираясь на деятелей этого клуба, оно и создало свой филиал. У них даже появился общий герб, общая эмблема. Московское отделение российского автомобильного общества. Причем там слились как бы два герба, герб Первого русского автомобильного клуба в Москве и Российского общества. Вот они, ну как обычно, альянс двух дворянских семей, объединение гербов, получается некий оригинальный герб. Вот так и здесь получилось. Но выставка прошла с большим успехом. Москва приобщилась к автомобилю. Все, кто хотел, купили автомобили. Городские власти купили несколько автомобилей, омнибусов и грузовиков. Отсюда и пошел муниципальный транспорт Москвы. Да, совершенно верно. Кстати, первым грузовиком, который приобрел московский муниципалитет, был грузовик Бюссинг. Сейчас такой фирмы уже нет, поэтому я могу не бояться что-то прорекламировать, говорить об этом. Вот, но дело не в этом. А дальше, как всегда, возникли трения между московскими и питерскими деятелями. Нас это преследует по сию пору. Вот, и общества разошлись. Из-за этой Мансийской никто не приехал помочь? Нет, нет, никто не приезжал. Обошлось без разборок, но тем не менее, альянс распался, и вот следующие все выставки проходили в Москве. Кстати говоря, пробеги на императорский приз. Это были крупнейшие ралли по несколько тысяч километров, в которых принимали участие спортсмены как самодеятельные, так и представлявшие отдельные марки с завода. Ну, грубо говоря, вот Opel, например, посылал своих заводских гонщиков. Мерседос посылал своих заводских гонщиков. Флорин Климент посылал, то есть сейчас Шкода, посылал своих заводских гонщиков. То есть, это были такие крупнейшие европейские соревнования на дальность и регулярность хода. И на живучесть. Ну, живучесть, собственно говоря. Да, надо, чтобы автомобиль своими силами преодолел определенный этап, не прибегая для ремонта к посторонней помощи. То есть, о мне уме уме компорта. Все свое несет с собой. Сам ремонтируй. Чужих не привлекай. Запчасти твои, инструменты твои ты сам везешь. А вот, если что-то не так, то сходишь с дистанции, штрафные очки начисляются. И вот, эти ралли тоже, кстати говоря, организовывались российским автомобильным обществом. Подробности после новостей. Сергей Слонян, Константин Шлихтинский. Причем, не путайте, кто есть кто. Шлихтинский – это автомобильный историк, писатель и журналист. Мы говорим о российском императорском автомобильном обществе. И о том, что, как только оно появилось, все автомобильные события в Российской империи сразу приобрели масштаб международных. Любое событие, любая затея, любое действие, начиная от автосалона и заканчивая, например, ралли, они были уже в ранге очень серьезным, сразу с размахом и с привлечением иностранцев. Ну, это понятно, потому что такого рода соревнования – это, прежде всего, реклама, возможность иностранным фирмам, да и нашим тоже, прорекламировать лишний раз свои автомобили, лишний раз показать их в деле. А для наших русских людей, да и для многих государственных контор, таких как, например, военное ведомство, полицейское ведомство, военно-морское ведомство, это еще и возможность отобрать автомобили, которые наиболее подходят для наших условий, для эксплуатации в России. Потому что, на самом деле, система дорог была еще та. А мы знаем, мы помним. Вот, собственно говоря, трехтонные, полуторатонные автомобили грузовые были отобраны по тому принципу, что выдерживают наши дороги. И поскольку эти автомобили и сейчас являются основой грузового парка. Да и дороги, в общем-то, те же. Вот, ну, дороги немножко лучше, но тем не менее. Кстати говоря, по поводу дорог и прочих вещей, императорское автомобильное общество, приняв участие в конференции, в Парижской, как я уже сказал, оно стало ходатайствовать о том, чтобы на дорогах выставлялись знаки дорожные. Первое, на конференции было принято четыре международных знака. Первое, значит, железнодорожный переезд. Второе, крутой поворот. Дальше, зигзагообразная дорога и так называемый лоток. Лоток показывает, что дорога имеет поперечный профиль. Как бы волнообразный. Неровность. Да, мягко говоря. Вот, эти знаки по настоянию императорского автомобильного общества, они везде расставлялись в необходимых местах. Но, во всяком случае, там, где распространялось его влияние. И еще одна такая... Общество и автомобили. Общество и автомобили. И еще одна такая вот интересная подробность, да. Все члены императорского российского общества имели скидки на станциях товарищества «Братья Нобель» при заправке бензином. То есть, общество и концерн «Нобель», «Бранобель» называлось так коротко, имели свои бензиновые станции по всей России практически. Для многих это как раз удивительно звучит. У нас такое ощущение, что «Нобели» они всю жизнь были шведами. О том, что у них был очень серьезный русский бизнес, сейчас уже забылось. И поэтому упоминание о том, что наша страна была покрыта сетью не «Лукойла», а «Нобеля», это все-таки требует уточнения. Ну, в меньшем масштабе, разумеется. Ну, насколько это было, да. Со скидкой на сто с лишним лет, да. Но, тем не менее, и вот господа члены, господа автомобилисты, которые были членами ИРАО, они имели на этих станциях скидки. А станций, я скажу вам, было штук, наверное, 50, по всей России, если не больше. Вот, так что существенно. А вот когда уже ближе к 13-му, к 14-му году автомобильные общества стали плодиться, как грибы по всей стране, да, там, в Екатеринаславе, в Киеве, в Одессе, ну, вот, буквально по всем крупным городам стали появляться автомобильные клубы. И требовалась координация их действий, потому что одни говорили, мы устроим вот это, другие говорили, мы устроим вот это. И чтобы вот силы не распылялись, под эгидой ИРАО образовался картель автомобильных обществ России, который, в общем-то, и занимался распространением автомобилизма в России. Ну, я не хочу сказать, что он монополизировал этот процесс, да, но некий порядок вот в эту вольницу автомобилистов местных, оно все-таки вносило. Ну, как свойственно любому картелю. Ну, в общем, да, координировало действия членов картеля. Вот, и еще что интересного, можно сказать, о российском операторском обществе, это то, что оно организовывало не только внутренние вот эти пробеги, да, оно организовывало еще и поездки за ограниченные. Ну, грубо говоря, в том же 13-м году у нас, как известно, в России было два огромных, три огромных автомобильных события. Первый, это выставка. Второй, это 13-го года автомобильный, самая крупная автомобильная выставка, в которой участвовало там более 70 фирм иностранных, где там немцы с французами схлестнулись за обладание российским автомобильным рынком. Это был московский международный автосалон. Нет, это был петербургский международный автосалон, но, в принципе, если говорить по масштабу, да, это вполне соотносимо по значимости с крупнейшими современными автосалонами. Собственно, он и был. Он и был, да. И вот после этого салона не стали устраивать пробег, ралли, да, а устроили звездный пробег, то есть к определенному времени не в Петербург, а в Москву должны были съехаться по радиальным маршрутам автомобилисты из разных городов России. Звездный пробег — это так называемый звездный сбор, когда к месту старта каждый едет сам по себе. К месту финиша. А, к месту финиша, да, потому что и получается звезда, то есть если посмотреть сверху схематично, некая звездочка, поэтому когда ты сказал просто звездная гонка, такое ощущение, что это гонка звезд на прижурнал за рулем. Нет, ну, сейчас слово звезда имеет немножко другое значение. Более негативное. Да, ну, кстати говоря, многие международные ралли того времени проходили по тому же принципу. Например, ралли Монако, ралли Сан-Себастьян тоже проходили по тому же принципу. Гончики стартовали в разных городах Европы и съезжались либо в Монако, либо в Сан-Себастьян, и там уже их пробег оценивали судьи в соответствии с тем, как они проехали, какой маршрут, какая сложность, сколько штрафных очков завоевали. Так вот и такой же... Чем Андрей Платонович Нагель, собственно, и обескуражил весь мир, когда вошел в призы. Да, он был девятым в Монте-Карло и в Сан-Себастьяне в свое время, причем... В абсолюте. Да, в абсолютном зачете девятый и приз выносливости завоевал. Руссобалт. На Руссобалте, да, вместе с Михайловым. Ну, это, кстати, мы отступили. Так вот, а к звездному пробегу вернемся. Звездный пробег состоялся. Гонщики, ну, скажем, не гонщики, а участники съехались в Москву. А потом получилась такая штука, все поехали из Москвы, те, кто захотел, разумеется, те, чьи автомобили были готовы к этому путешествию, все поехали из Москвы в Париж. Организовано таким же Макаром, как пребывали в Москву. Ну, караван, средняя скорость, командор пробега, участники пробега, регламент пробега, все как положено. Прибыли в Париж, благополучно совершенно. Потом все вернулись в Москву. Это, как бы, ни много ни мало, а, я так полагаю, около пяти тысяч километров. Причем на машинах того времени, где пробег до капремонта редко превышал пятьсот километров. Нет, ну, Сереж, к тому времени машины уже были достаточно надежными. Бывали, бывали. Вот, и я тебе скажу, сейчас многие удивятся, но вот на гонках, когда бывали гонки на скорость, сто-сто десять километров в час, это не проблема. И даже на дорогах, на хороших, там, где можно было, многие автомобили развивали эту скорость легко, да? Крестьяне и лошади были недовольны. Ну, понимаешь, всегда найдутся недовольные, да? Ну, любви, конечно, это к автомобилю не прибавляло, ни в России, ни в Европе, когда автомобилисты с бешеной скоростью проносились по городам и весям, да? Ну, с этим боролись. Некоторые вот так гостеприимно, знаешь ли, бревно поперёк дороги клали. Верёвочку. Когда автомобиль. Ну, проволоку на уровне шеи так, чтобы не гоняли. Или, что ещё лучше, прибегали к таким вот административным мерам. Ну, как вот в одном из французских городов, мимо которых, кстати, проезжали... Весёлым караваном и балаганом. Наши. Был написан, был такой лозунг. Наш, если вы поедете с нормальной скоростью, вы успеете рассмотреть наш город. Он очень красив. А если вы превысите скорость, вы познакомитесь с нашей тюрьмой. Она очень сыра. Поскольку в тот момент языкового барьера не было, как такового, и по-французски наши читали очень хорошо, они поняли? Ну, языкового барьера не было, да, конечно. И, ну, не все, опять-таки, не все, Серёж. Понимаешь, кто-то дружил с французским языком, кто-то не дружил. Вот Андрей Платоныч Нагель, он дружил, как минимум, с двумя языками, с немецким и с французским. И это потом ему пригодилось. Когда после революции автомобильное общество закрылось, и Санкт-Петербургский автомобиль-клуб закрылся. А, кстати, я не сказал, что в Санкт-Петербурге было два автомобильных объединения. Первое – это Императорское Российское автомобильное общество, а второе – Санкт-Петербургский автомобильный клуб. И туда, и туда записывались, ну, некоторые были членами и того, и другого общества. Кстати, существовали вот эти вот автомобильные общества на взносы, которые надо было регулярно платить. То есть вступительный взнос, взнос, помимо вступительного, членский взнос ежегодный. У тебя прослист с тобой? Нет, прослист с тобой у меня нет, но это вполне такие демократичные взносы. Там где-то порядка 25 рублей, 40 рублей, 50 рублей. Ну, вот, то есть вполне, который любой нормальный работающий владелец автомобиля или неработающий владелец автомобиля мог себе позволить. Ну, знаешь, Сереж, если уж ты нашел 5-10 тысяч рублей на автомобиль, то уж 50 рублей на взнос в общество ты всегда найдешь. Но за эти деньги ты имеешь возможность приехать в приятном для себя коллективе пообщаться. Воспользоваться библиотекой, причем не только автомобильной, а и газетные журналы. Покурить в специальной курительной комнате. Пойти на станцию, оборудованную стендами специальными, где можно проверить мощность своего автомобиля, двигателя. Где можно этот двигатель отрегулировать, где опытные механики тебе твой автомобиль починят в случае необходимости. В общем, можно подготовить машину к государственному техническому осмотру. Ну, знаешь, государственного технического осмотра тогда не было, а проводился он на самом деле частными лицами, вернее, скажем так, городскими чиновниками, которые иногда это дело делегировали частным лицам. То есть назначался какой-нибудь инженер, владелец конторы, которому давалось возможность приезжать туда и там вот все это дело сделать. А иногда это в городе делали. Назначали специальные дни, когда всякий владелец автомобиля в начале года, как это обычно было, должен был приехать, зарегистрироваться, получить жестянку. Жестянка это номер. Что говорило о всепогодности автомобиля того времени, при том, что печек тогда еще не было. Да были уже печки на самом деле, причем самые разные. Автомобильный отопитель был, мягко говоря, сильно автономен. Ну, скажем так, вот если выхлопные газы пропустить по специальной трубе через закрытый салон, то учитывая их температуру, там можно было греться. Оттаивали стекла. Вот, но если они прорывались в салон, да, через этот коллектор, да, то было очень неприятно. Ну, на самом деле, как бы к автомобильному клубу это отношение имело довольно такое опосредованное. Сами автомобильные клубы жили, процветали, причем все это было нормально. И о том, как это было дальше, я расскажу. Предание со старины глубокой листаем с Константином Шелихтинским, историком, писателем и журналистом. Ностальгируем по российскому императорскому автомобильному обществу. Ну, почему только ностальгируем, мы вообще просто воздаем ему должное, да, потому что на самом деле под гидой этого автомобильного общества были все городские местные автомобильные клубы и общества в России. Как я уже сказал, там был настоящий картель. И понятно, что и общество, и эти клубы принимали самое непосредственное участие в том, чтобы автомобиль в разных городах и весях появился. Они оказывали юридическую поддержку автомобилистам, поскольку среди членов этих обществ и клубов было достаточно много людей с юридическим образованием. Они оказывали поддержку муниципалитетам при приеме, например, экзаменов на право вождения. Кстати говоря, вот, например, в Одессе это дело было поручено обществу, и многие одесситы 12-13 года, когда получали права, они не получали их с первого раза, потому что инженер, который от общества принимал эти экзамены, был очень строгий, очень такой требовательный. И не выучив матчасть, и не проехав так, как надо, ты прав никогда не получишь. И многие жаловались даже на... Волитаризм и произвол. Ну, не дают права, но как же так? Мы же вот курсы закончили. Кстати, о курсах. И под эгидой этих обществ очень часто бывали курсы обучения вождению. Ну, вот, кстати, мы говорили об Одессе, о том, что Одесское автомобильное общество принимало непосредственное участие в выработке, скажу еще не только, в приемке экзаменов, обучении людей искусству владеть автомобилем, но и в выработке правил городских. А почему говорю городских? Правил движения автомобилей. В каждом городе, на самом деле, в России были свои правила. И общероссийских правил для вождения автомобилей не было. Требования к водителям были в каждом городе свои. И требования к техническому состоянию автомобилей. И требования к тому, как эти автомобили должны вести себя на улице. Понятное дело, что, поскольку были правила движения не моторных экипажей, типовые, да, то моторные экипажи как бы встраивались в эти правила. Правила движения экипажа, они должны были подчиняться моторных экипажам, они должны были подчиняться общим правилам. Поскольку правила были везде одинаковые в России, то и автомобильные вот эти правила движения, они тоже были очень сходными. Ну, могли отличаться. Например, в одном городе нельзя было парковать автомобили перпендикулярно тротуару, а в другом можно. Ну, зависело, вероятно, от ширины улиц. Да, вот если улица в городе широкая, то паркуй как хочешь. А если вот улицы узкие, то только вдоль тротуара паркуйся. Ну, если в Москве можно было, например, возниться, подъехать и припарковаться перпендикулярно возле водозаборного фонтана, то это только за счет ширины центральной площади, что вполне логично. Почему бы и машине не разрешить? Ну, а общие российские правила, они вот как раз в 2014 году начали формироваться. Все клубы присылали свои правила в императорское общество, и там уже специалисты, которые были в обществе, они работали над выработкой единых правил для всей России. Ну, не работали, скажем так, не сами вырабатывали, а участвовали в обсуждении, поскольку у них был огромный опыт и езды на автомобилях в разных странах мира. Они знакомы были со всеми правилами и могли высказать свое авторитетное мнение как эксперты по этому поводу. Как сильно изменилась ситуация. Сейчас у нас мэр города самый лучший специалист по управлению автомобилями и направлению транспортных потоков. А в те времена все-таки доверяли специалистам. Ну, в России инженеров всегда очень уважали, в том числе и тех, которые занимались организацией движения. Поэтому специалистам и доверяли. А за последние несколько десятков лет, скажем так, за последнюю сотню лет, у нас в стране уровень доверия к инженерам очень сильно упал. По известным причинам. Как раз вот сто лет будем скоро отмечать. Вот. И это, конечно же, отразилось на организации автомобильного движения. Ну, а потом, если честно, то нельзя, конечно же, сравнивать объемы автомобильного движения сейчас и прежде. Ну, скажем так, если сейчас Москва рассчитана максимум на 2,5 миллиона автомобилей, чтобы они могли разъехаться физически нормально, а в ней тут уже чуть ли не в три раза больше этих автомобилей живет сейчас, то они просто физически не могут разъехаться в этом пространстве, как-то не организовывая эти потоки. Просто, к слову, с позиции независимых экспертов, Москва встает в мертвой пробке, если одновременно на улицы города выезжает больше, чем полмиллиона машин. То есть Москва рассчитана на 500 тысяч. Раньше эта емкость была 350, потом ее подняли до 400. И вот когда мы видим по Яндексу Лукавому 10 баллов лучше на метро, это означает, что выехало больше, чем 500 тысяч машин. Поэтому все наши статистические выкладки о том, что в столице 3 миллиона машин, еще 3 миллиона в области, и вообще здесь коллапс, потому что ездят чуть ли не 100, а может быть даже и 500 миллионов автомобилей, нет. 500 тысяч, и все умерло. Даже еще хуже, чем я предполагал. Ну, тем не менее, вернемся к обществу. Да, к обществу. И вот благодаря вот этой работе, ну, понятное дело, что эту работу все делали не общество как таковое, а люди, которые туда входили. И поэтому мы, в общем-то, должны отдавать должное не организации как таковой, хотя, в общем-то, это и правильно, что мы сейчас говорим о 100-летнем юбилее Российского императорского автомобильного общества, но прежде всего людям, которым это общество обязано своим существованием. Но энтузиасты они были невероятные. Они же тратили на это дело не только свое личное время, не только свое здоровье, потому что проехать по городам и весям России несколько тысяч километров для того, чтобы провести реконсировку очередного, там, ралли на императорский приз, опять-таки, за свой счет на своем автомобиле. И столуясь и ночую за свои деньги в местных гостиницах, да, мы с вами понимаем, что надо быть человеком достаточно увлеченным этим делом, чтобы на такое решиться. Ну, да, какое-то спонсорство там существовало для такого рода поездок, но тем не менее. Вот. Дальше, если мы говорим о братьях Нобель, которые предоставили скидку членам операторского российского общества, мы не должны забывать, что они, собственно говоря, тоже были членами этого общества, поэтому мы предоставляли скидку своим коллегам, да? Если мы говорим о свечине, которая представляла интересы России на французской конференции, на Парижской конференции 2009 года, то мы не должны забывать, что он лично убеждал императора принять под свое покровительство выставку 1913 года, поскольку он был флигель-адъютантом и имел непосредственно общение с императором и с императрицей. Он завтракал, ужинал во дворце за задним столом с императором, когда дежурил, как флигель-адъютант и имел возможность напрямую высказывать свое соображение по поводу автомобилизма. Такое вот своеобразное лобби, если хотите, да? И что вот интересно, когда я говорю о свечине, что интересно? Интересно то, что когда во время пробега, первого пробега на императорский приз недалеко от Чернигово, он попал в аварию, серьезную аварию, попал в больницу, контузию получил, зарубежная пресса написала о том, что Свечин попал в аварию. Они писали о ралли, но и могли бы вполне не писать, да? Какое дело парижским читателям до того, что в России какой-то там автомобилист попал в аварию? Нет, вот многие парижские журналы, которые освещали ход пробега, они написали о том, что один из крупнейших российских автомобилистов, организатор этого ралли Владимир Свечин попал в аварию под Черниговым, что помещен в больницу и так далее. То есть вот сам факт упоминания человека в иностранной прессе, хотя специализированное, понятное дело, говорит о том уровне, о том статусе, который он имел на международном уровне, да? И о статусе вообще России, автомобильной России среди европейских стран. Очень даже интегрированы мы были. Абсолютно. Русские автомобилисты ездили в Берлин, в Париж. Например, Петр Климентович Ингельмер, о котором ты упомянул, он же поехал в Париж со своим сыном, купил там автомобиль, получил там права, разрешение на вождение автомобиля по Парижу и, соответственно, по Европе. И на этом автомобиле приехал вместе с сыном, как с запасным шофером, в Москву, через Германию, Чехию, ну и Польшу, Россию. И через Чехию в Россию, поскольку Польша тогда была... Ну, частью России, я просто говорю Польша, потому что Польша... Территория такая, была там слева по карте. Да, было такое место в Российской империи. Вот, причем приехал сам за рулем. И интересные штуки с ним случались. В Праге, например, когда он вместе с сыном приехал в гараж. А шоферы, это была такая особая категория людей, это как вот извозчики, только на машинах. И они, как любой извозчик, таксист современный, старались всегда поиметь свою выгоду. То вот он сказал, что он просто шофер, что он не барин. И все очень позавидовали, что вот и сам при деле, и сына пристроил, вот ремеслу учит. И какая хорошая у тебя барыня, которую ты возишь. А это была, на самом деле, его жена, которую он в Праге встретил. Так что все приобщались к автомобильному делу. Константин Шлехтинский, историк, писатель, журналист Российской императорской автомобильной области.